напоминаю да вчера уже сказал что со следующей неделе время обзора у нас смещается и будет он проводится с 9 15 по москве до 9 45 вот это у нас новая водная и в четверг у нас клубный день price action торговая стратегия на все времена так что также всех приглашаем можно ознакомиться с расписанием окей давайте начнем начнем с фунта новозеландца потому что тут у нас принципе ничего не изменилось как вчера мы с вами говорили да пока за рост то есть за падение у нас ничего особо не пришло ну давайте порассуждаем то есть у нас есть крупный участник здесь у нас происходит ложный пробой набор топлива идем далее объем борьбы закрывашка с прошлого и стоим стоим в боковике думаю возможно будут какие-то выносы и идем вверх либо без выносов пока вверх чтобы увидеть основные продажи нам нужно будет постоять поставить поставить пробить вот этот вот уровень и потом уже попробовать продавать это как один из вариантов это один из вариантов только не забываем да то что как сигнал к пробою у нас это топтание на уровне его проедания то есть бывают плотности бывают объемы и мы их будем разъедать проедать только в этом случае можно будет вставать на пробой и потом продавать далее у золото по золоту всех поздравляю у нас все произошло как в принципе мы хотели то есть вчера мы с вами утром встречались и разговаривали за ситуацию то что нет у нас пока обновление минимума до реверсный уровень который нас не пропустил выше но в итоге мы начали топтаться выше этого минимума да то есть происходило как мы говорим давление у всех желающих у кого кому нужно было да у всех желающих уже есть шпаргалка по поведению цены на объемных уровнях вот это как раз и есть версия да у нас вроде под цифрой номер три когда мы с вами видим уровень пробиваем его тестируем потом идет давление и пробивая с обратной стороны все в принципе у нас теперь должны прийти основные покупки вполне вероятно вот это вот место у нас сейчас залочены если мы сюда глянем с более младшего таймфрейма вот именно сюда да то будем видеть примерно такую картинку стояли пробили набрали покупателей и вот это вот сильная свеча падения до медвежьей свеча это у нас стоп лоссы покупателей да то есть мы говорили отсюда могут прийти покупки но не покупаем почему потому что если бы покупки пришли с этих зон то мы вы покупали подтверждением для покупок у нас было бы вот ну вот такая картинка далее обваливаемся раз жердочка 2 вот сейчас да для подтверждения думаю вот это все может быть просто засечкой до чтобы набирать продавцов и идем выше то есть выше покупаем ниже продаем вот такая у меня такое мнение именно по золоту потому что если мы опять как вчера взглянем там таймфрейм h4 дневной график то вспомним да то что у нас есть максимум есть объем борьбы и объем борьбы у нас идет виде закрывашки которая сейчас у нас уже отреагировала так что можно устроить дискотеку по этому поводу и порадоваться всех поздравляю друзья далее у нас австралийский новозеландец смотрите да у нас что здесь интересного было и до сих пор сохраняется изначально этот уровень у нас был такой так скажем закрывашка да то что у нас прошлого бы пришли продажи далее набирали покупателей на пробой но их повели вниз вот это есть проедание уровня идем ниже сейчас как мне кажется до сих пор возможно сохраняется рост на но по сути сейчас самые выгодные точки входа на продажу покупки можно будет вот рассматривать вот в этом случае то есть тут похожая картинка да как и по золоту было вот здесь то есть у нас выгрузка набор покупателей золоченных последний вздох покупателей до которые покупали от границ этого боковика внутрь пробой и здесь происходит фиксация убыточных покупок и это у нас сила к продажам вот у нас если провести аналогию до по средств новозеландцу чуть-чуть похожая картинка да вот она вот она сейчас мы стоим здесь и как и по золоту то есть так покупаем ну в идеале конечно дождаться этого пробоя но вполне вероятно то что можно будет подхватить на покупке или вот так вот на продаже идем далее так по франку у нас что интересного по франку по франку мы рассматривали продажи ну все хорошо тоже поздравляю с верным прогнозом можно устроить дискотеку и мы с вами идем сейчас далее но давайте порассуждаем да у нас здесь был уровень золоченных и мы рассуждали то что выше это уровне мы будем покупать ниже это уровне мы будем продавать потому что если мы захватим скажем вот так вот сделаем да вот это у нас уровень золоченных и отсюда у нас приходят продажи вот этот уровень мы отмечали для покупок попробовать давайте напомним да то есть вот у нас уровень 0 96 25 0 96 09 вполне вероятно то что от него придут покупки не знаю отскоком не отскоком но есть такое предположение почему потому что у нас есть переприор есть залоченные продавцы которые могут закрывать по сути у нас как будет либо здесь придут покупки либо при пробой мы будем отсюда продавать и это будет все опять вот этот боковик да потому что у нас 1 запчасть 2 запчасть 3 запчасть и в связи с тем то что это запчасть выше все-таки есть предположение что пойдем дальше идем далее идем далее так тут вполне вероятно что у нас есть переприор вот он и вполне вероятно то что могут пойти на какую-то коррекцию в связи с тем на то что у нас есть покупатель и сильный продавец да то есть ну примерно вот так это выглядит поэтому будем если проедать можно пойти возможно вниз ну здесь если честно вопрос ну правда потому что если мы вспомним даже фунг доллару да у нас примерно было такое мы обновляем минимум далее идем обновляем максимум опять обновляем минимум поэтому я если честно не очень люблю именно горизонтальные откат и потому что их обычно набираю для того чтобы потом сделать что-то подобное также приведем в пример золото вот она картинка до начинается боковое движение 1 расширили 2 расширили ну и потом уже пошли поэтому можем потом увидеть что-то подобное так далее по новозеландцу франку мы вчера с мая с вами рассматривали покупки да и говорили на тему что вот это все это будет зона покупателей поэтому коллеги скажем да мы спустились ниже но в любом случае да вот это вот у нас будет какая-то скажем ну не какая-то наша закрывашка да вот взяли мы старт теперь у нас 0 69 87 из какие-то техориентиры ну как бы я в принципе и на обзорах об этом говорю и на полном погружении на курсе то есть я рассуждаю так то есть у нас должна быть ну если мы идем например вниз до должна быть такая выгрузка далее пробой загрузка и если здесь уже есть сильный покупатель да то мы будем с вами идти и все вот эти вот уровни которые будут с прошлого да почему они не очень люблю торговать именно прошлое а просто использую эти уровни как например фиксацию частично прибыли потому что это все и называю засечкой ну что все люди это видят начинает отсюда продавать а мы с вами покупаем получается ну вот нам нужно дождаться переприора техориентир это есть переприор то есть по переприору я в методичку выдаю на водном структаже по объемному трейдингу на этом курсе да нужно оставить отзыв на сайте о том что узнали и зарабатывали ли чем полезен данный курс и так далее и так далее вот и высылаю курс по переприору здесь приоритет покупать да и потом случается переприор то есть сбивает обоснованные стоп лоссы но тут идет взаимодействие временных интервалов и нужно понимать какой вы до что вы торгуете там h1 или m15 вот если у вас по вашему таймфрейму рабочему получили стоп получается это сигнал к развороту и после этого есть две точки входа на объем борьбы и на золоченных вот это объем борьбы после переприора то есть это то место где получается шло давление продавцов и уже шло давление покупателей здесь есть убыточные продавцы да те кто продавали возможно и после этого мы отсюда как бы ну ждем движение ну лично я так делаю и большинстве случаев как давно уже можете заметить как бы результаты довольно таки хорошие также друзья напоминаю то что все мои слова носит ознакомительный характер ни чему никого не призывая не принуждаю у каждого своя голова на плечах то ну у каждого будет свое мнение по фунту у нас идет либо накопление либо затухание накопление чтоб пройти выше затухание чтобы все это развернуть чем сейчас фунт не очень нравится то что к нему придраться не к чему да не очень люблю такие развороты да отсюда может прийти разворот но переприор будет где-то здесь хотя бы да нужно будет пробить эту запчасть то есть вот так что то и подобное только мне не очень нравится поэтому я жду каких-то выносов когда наберут больше продавцов и начнут их вытягивать уже вверх такое мнение у меня по фунту честно думал то что давно уже как бы вверх пойдем но видимо большинство стоит в покупках надо их как-то сбросить вот такие мысли австралиец доллару честно пока так же затрудняюсь но уровни как и были актуальны ну для покупок как ориентир это 078 33 079 01 но вполне вероятно то что это уже какой-то не знаю может быть уже продавец набирается поэтому если слишком много но если ставим вопросы и особо можно его и не торговать потому что вполне вероятно что это уже и продавец так как даже с таймфрейма h4 ну это как-то выглядит все уже более глобально если я думаю сделаем так переприорту будут ниже пойти как это определить технически технически это определяю с помощью сетапов когда набирают топлива по поводу этих сетапов я говорю на полном погружении плюс ну я об этом говорю и в обзорах просто не акцентирую на это внимание вы можете посмотреть записи далее также по евро доллару основной переприор будет по цене примерно 116 97 пока могут быть выносы коррекции например интересная цена 11001 вполне может подойти для покупок поэтому 11001 можно попробовать от нее покупать обоснованный стоп достаточно велик да но тем не менее можно выстроить просто размазанный вход и устроить здесь набор покупателей там например со стоп лоссом в два процента у всех желающих да уже этот скрипт есть по размазанному входу поэтому можно попробовать почему нет риски рассчитали пошли вниз если ну тогда будем уже ну смотреть какую-то другую картину так теперь идем далее франк йена франк йена рассчитывал за покупки но вполне вероятно то что могут прийти продажи почему потому что случился у нас переприор считал его ранним но вполне вероятно что он может быть истинным то есть вот он обоснованный стоп вот он объем борьбы вот он ведет тест да и теперь мы начинаем поэтому у нас Раз продавцы могут быть, два продавцы могут быть и так далее, и так далее, и так далее. Будем закрепляться выше, да, пойдем вверх. Так, еврофунт у нас, рассматривал я продажи, до сих пор они, я думаю, сохраняются. То есть изначально у нас были продажи от этого уровня и от этого уровня. То есть когда мы с вами, да, вот так, например, а, нет, не так, извиняюсь. Вот так, устраиваем. У нас было несколько зон. Зона номер один, зона номер два. Это у нас быстрая, да, коррекция, просто чтобы не пройти выше до этого уровня. И следующий уровень, да, у нас был по 0.90-0.2. От него могли прийти продажи, либо мы рассматривали покупки при его пробое. Далее идем. Реакция. Идем ниже. Пока идем ниже до тех пор, если обновим этот минимум, то это все будет ключевым уровнем. Если мы пойдем с текущих вверх, тогда все будет здесь. Я думаю, с этим тоже понятно. Ладно, идем далее. Идет давление. Первый минимум обновили. Формируем объем борьбы. Ниже. Вполне вероятно, что придут продажи. Если это была все разгрузка, то у нас реакция раз, реакции два нету, проедаем уровень, идем ниже. И тут у нас либо пробой, обоснованный стоп, либо тест и вход. Но это только в случае, да, я думаю, пробоя именно вот этой запчасти. Тут у нас есть залочины. Те товарищи, кто здесь продавали на пробой, на их топливе мы начали катиться выше. Поэтому пока у нас приоритеты покупки, могут прийти продажи из-за того, что мы пробили этот минимум. И как еще один из подтверждений для сигнала давления продавца. Новозеландец иена. Новозеландец иена. Тут мы вчера с вами рассматривали покупки. Да, от всего вот этого движения. Но у нас пришли продажи. Считали, что будет опять ложный пробой и пойдем выше. Этого не произошло. Опять было давление. Поэтому есть предположение, что идем вот в эти вот степи. Могут отсюда прийти покупки в дальнейшем. Поэтому слишком много, но слишком много. Если у нас запчасть раз, запчасть номер два. Здесь была вполне вероятна выгрузка. Здесь загрузка. Объем борьбы как подтверждение. Ну и в любом случае, вот это все, да, это зона покупателей. Мы можем увидеть коррекцию и до 80.13, до 79.73. И потом уже опять пойти выше. Как вариант. Если мы пройдем ниже, тогда вот эти вот точки, да, они вполне вероятно, что будут отрабатывать на продажу в будущем. Так, евро-иена. Вот с евро-иеной у нас вчера прокатились против нас. К такому я лично тоже готов особо не был. И мы увидели снижение. В данном случае у нас есть максимум. Максимум это объем борьбы, который сформировался перед выходом, да, из этого такого диапазона. И возможно он будет потом отрабатывать. Давайте мы сделаем вот так. Вот. Эта зона у нас может потом отработать. Австралиец иена. Что у нас здесь интересного было? Так. Продажи. По какой причине? Здесь у нас идет обновление максимума. Набираем золоченных. На их стоп-лоссах идем вниз. Это вполне вероятно, что объем борьбы. Выходим ниже. На тесте можно будет входить. Евро-новозеландец. По нему мы изначально определяли уровень для покупок. Это у нас 1.61.12 примерно, да, зона у нас это была отмечена. От нее пришли покупки. Теперь сейчас можно как рассуждать. У нас раз накопление, два накопления. Если эти золочины отработают, то это накопление как раз используется для засечки. То есть, да, потом можно покупать. И следующее у нас пару слов. Евро-австралиец. Лично я считаю то, что у нас покупки. Вчера мы рассматривали весь этот боковик. Да, так как мы его сперва в одну сторону расширили, потом во вторую. И сейчас ударились в 1.48.95. Поэтому правая часть инструментов, да, самая такая хорошая для торговли. Вполне вероятно то, что дадим реакцию именно с текущего уровня. Поэтому можно будет попробовать. 1.48.95 для покупок. Если здесь у нас был набор, да, именно покупателя. Раз, были покупки, были продажи. И сейчас могут прийти снова отсюда покупки. Так. И фунт франк. Ударились в поддержку. Возможно, были золочены и дадут рост. Если пойдем ниже, то это уже придут продажи. С целями до примерно 1.27.72. То есть вот так у нас раз. Либо так, либо так. То есть, в принципе, да, если мы касаемся вот этой части, то, мне кажется, сработают стоп-лоссы. И, возможно, даже без теста можем пойти вниз. Ну, в принципе, все, друзья. Всех благодарю за участие. Всех благодарю за присутствие. С вами был Юрий Григорьев. Трансляция велась из города Екатеринбург. Творческих успехов, крепкого депозита, осознанных сделок. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok